Друзья, привет! Сегодня продал пик, брал его в четверг, он немножко на 2% вырос, зафиксировал прибыль. Но не потому, что он там очень сильно вырос, он очень сильно не вырос, а потому что вот мне кто-то спрашивает, когда ты будешь что-то продавать, когда ты будешь что-то продавать. Поймите, продажа зависит не только от ситуации внутри компании, а точнее от расхождения динамики котировок с факторами, обуславливающими и влияющими на денежные потоки компании. Не только на это, а еще и от того, что у тебя в портфеле. Вот мне нужно было добрать сегодня ДВМП, кэш у меня не так много, но пришлось пик продать, понимаете? Уровень кэш тоже надо держать. Естественно в плюс, в минус ничего не продаю. Ну, не выхожу из позиции минус. Только в плюс. По ДВМП. По ДВМП, вот ДВМП это, знаете, когда мне приходится записывать видео или писать пост про ДВМП, вот ситуация похожа на то, когда мне приходится записать про АФК систему. Настолько перспективная компания, столько точек роста, такие просто, ну, очень крутые перспективы у нее, что даже не знаешь, что из этого писать. Поэтому, ну, кратко скажу, там в текстовом фале я описал, в Телеграме посмотрите, ссылка на Телеграм в описании. Так вам скажу, оборот растет, грузооборот растет, ставятся рекорды просто по отправкам контейнеров поездов. Вот, допустим, недавно был поставлен рекорд за сутки. 10 поездов с Владивостокского порта отправлено совместно с РЖД. Это в контейнерах около, там, 810, по-моему, контейнеров. Крупно-тоннажные. Представляете? Естественно, контейнерный парк тоже растет. Это сейчас у нее 170 тысяч ТЕО. ТЕО – это единица измерения объема контейнеров. На конец 22-го года было 130 тысяч ТЕО. Примерно понимаете, да, рост. Маршруты запускаются новые и увеличиваются старые. По-новым внутри России запускаются. Допустим, из Москвы в Омск, да, везут. Сейчас был запущен раз в неделю. Ну, чтобы вы понимали, примерно один из таких маршрутов, а их полно у ДВМП, Смотрите, Москва, Омск, поезд 1 – это 68 40-футовых контейнеров и 720-футовые контейнеры. Раз в неделю. А этих у него маршрутов полно. Новые маршруты из стран Юго-Восточной Азии были запущены. Там, Южная Корея, Вьетнам и так далее. Ну, в общем, я с удовольствием добираю ДВМП, а что, ну, вроде бы, да, такая компания перспективна, а что она падает? Где падает? Ну, что падает? Вы переключите график-то. Ну, у них был такой огромный рост за последнее время. Ну, она имеет полное право немножко откорректироваться. А то, знаете, увидели падение там за неделю и все, и уже… Или МТС. МТС падает. Где он падает? Ну, научитесь ждать. Научитесь воспринимать как-то, ну, на длительном периоде, что ли. Конечно, мы пытаемся взять тогда, когда импульс роста возникает в коротком периоде, чтобы на нем больше заработать, да? Но, опять же, повторюсь, я, если взять одну какую-то компанию, я покупаю ее, ну, раз в 10 за год. Ну, 9 из 10 быстро там отрастает. Ну, какой-то там раз, когда попадет на коррекцию рынка, ну, придется подождать. А бывает, может, поработать с позицией. Ну, и что? Бывает такое, что, допустим, я купил, продал, а компания пошла выше? Да, бывает за раз. Ну, и что? Ну, как правило, это я же не за раз считаю, а в общем. И в общем, за все эти заходы-выходы, компания, допустим, какая-то дает там 15% за год, я делаю на ней 30% наложенный капитал. Какая-то дает 10% за год, я делаю на ней 20%. Какая-то, допустим, как Газпром, вообще там минус 30% там за год может дать, да, в какой-то вот такой, допустим, год. А я на ней сделаю, ну, там, не знаю, процентов 8. Понимаете? Нет никакого смысла. Пыжится-мыжится. Вот недавно пришел человек на консультацию. Я говорю то, я говорю это, я говорю это, сравниваю с рынком ничего. Еще меньше, чем рынок. Я говорю, что ты пыжился-то? Так, ну, что, к вашим вопросам. Вы будете участвовать в IPO Astra? Я не участвую в IPO. Зачем? Тоже не вижу смысла. Это же та же самая вероятность. Есть вероятность, что вы поучаствуете вырастет, есть вероятность того, что поучаствуете упадет. Ну, нафиг оно мне надо, это ерундой заниматься? Она выйдет, я посмотрю на динамику акций, найду точку входа, войду, сделаю бабки, потом перезайду. Я так больше зарабатываю, чем если бы участвовал в IPO. Насчет Astra, Astra пойдет в допы сразу, она уже одобрена мною в допы. VR, конечно, нет, но в допы пойдет на первое время. А там дальше посмотрим, или оставлю ее в допы, или отправлю в третий рейтинг. Все, вопросов нет. Ну, нет вопросов, нет ответов. Задавайте вопросы, будут ответы. Пока.